Не сплю и не сплю. Вот по настоянию врачей выехал на юг. Нет, в санаторий путёвки не достал, поселился частным образом. А ты не смейся, тут такой дом прямо для нашего театра. Тут на днях ночью была такая паника. Вызывали милицию, скорую помощь, пожарных. Да, да, представь себе. А вот из-за одного паникюра. Да, серьёзно. Слушай, слушай. Да, слушай, я тебе расскажу. Это было ночью, несколько дней тому назад. Я вас опрошу тебя. Слышь, ты, я кому сказала? Просто не ходи за мной. Я, слышь, ты, пожалуйста, я сейчас же вернусь. Я пройдусь перед сном, пожалуйста. Я прошу тебя, не ходи за мной. Я кому сказала? До свидания, жёвушка. До свидания, лапушка. До свидания. До свидания, жёвушка. До свидания. Осторожненько, переходи в улочку, осторожненько. Вот. Посмотри глазками. Сперва направо, потом налево. До свидания, тарелочка. До свидания. До свидания, чашечка. До свидания, блюдечка. До свидания, рюмочка. До свидания. Ушла. Ушла наказанница мою. Вот. Вот теперь можно и вздохнуть свободно, и папироской закурить. Папироской закурить. В комнате, конечно, опасно. Нюх у неё прямо как у собачки. Господи, Господи, да чё приятно чувствовать себя храбрым и смелым. В безопасности и не дрожать. А то ведь всё вредно, всё опасно. Курить вредно, а что не вредно? Пить вредно, есть вредно. А не пить не есть ещё вреднее. Господи, Господи, всё время дрожишь. Придёшь домой, жена ругает. Придёшь на работу, начальство ругает. Как тут не закурить. Вот и закуришь. Вот не закуришь. Она возвращается. Возвращается тарелочку, возвращается. Возвращается чашечка, возвращается блюдечка. Возвращается. Лода нельзя проживают, если неорганизованные отдыхающие. А? В котеждах? Нет, не уважаю это дело. Нет, санаторий, дом, отдых не по мне. То ли дело охота, а природа. Лес, грибы растут, звери разной пользуются. Особливо хороша охота в полесье. Никакой кавказ не сравнить. Слышно, что кавказ? Минеральные виды, кисленькие воды. А полесье, река, лес, болото, магазин есть. Водка продаётся. А люди какие в полесье. Раз Михаиле говорю. Михаил, я говорю, давай выпьем по рюмочке. Он мне обнялась с собой, завсегда готов. Хороший мужик, умница. Не то, что Семён. Семён, да, неуважительный. Я ему говорю, Семён, давай выпьем по рюмочке. Он мне так с гонором. Да нет, говорит, я уже пол-литра выпил. То ли дело, Аграфена Михайловна. Я говорю, Аграфена Михайловна, выпьем по рюмочке. Она говорит, а что там по рюмочке? Дай по стакану. Хорошая женщина. Хорошая. Качественная. Точа-точа Евдокия Николаевна в молодости. Я говорю, Евдокия Николаевна, выпьем по рюмочке. Она выпила так рюмочек здесь. Я говорю, что это мне нехорошо стало. Очень над ней Василий смеялся. Хе-хе-хе. Я говорю, скопустила, говорит. А я ей не растерялся. Я говорю, Василий, выпьем по рюмочке. Она мне так, ну, можно и по рюмочке. Да это противно стало. Вот Сашок тот душевный человек. Я говорю, Сашок, выпьем по рюмочке. Она мне так принципиально. Ежели по одной, не желаю себе расстраиваться. Вот так находишься, набролишься. Придешь домой, расстанешься и спишь две недели. Вот собака моя, Ажар, пёс Ажар, не даст мне соврать. Вот Ажар, давай, скажи правду, я говорю. Положай руку на это дело. Давай. Ажар, я кому сказал, быстро, ко мне сюда, быстро. Ажар, ко мне, быстро. Ой, я же его на охоте забыл. Ажар! Ажар! Кто кричал, пожар? Кто пожар кричал? Так я и знал, как только она уходит, так сразу либо телевизор портится, либо электричество, либо пожар. Что делать, надо гасить. Что гасить, когда неизвестно, что горит. Ну, может, это не у нас горит, может, это у них горит, может, это у соседей горит. А, если не у них горит, они выйдут, будет скандал. Ох, подожду, пока разгорится. Не извините меня к вашим услугам. Вы меня простите, но я ни черта не видел. Как постучали и исчезли. Мальчишки, наверное, ах! Не спится, детворе! Ах, не спится. Нет того, чтобы взять, нет зарубежной детской литературы колыбельной. Нет того, чтобы взять пример с нашей зарубежной литературы. Там в одном журнале я прочел такое, спил, снимай, Роберт. Завтра встанешь рано, мама нам расскажет, если мы попросим про ядро урана 238. Завтра встанешь рано, мама нам расскажет, ой, здорово, так завернуто, как заворочено, ах! Ух, сильные бродяги, ах! Продолжил бы я вот в этом духе, скажем, вот так, мама тебе купит, мама тебе купит лошадь, вот именно что лошадь, бухкусивку, как получит только, папа прогрессивку, ах! Сейчас я не могу, я сейчас, сейчас заня, сейчас пишу лирическое произведение, где тратую вопрос о семейном счастье. Я в качестве эпигурхва взял этом, не прожив и годовщины, разошлись мы без причины. Только разведет ли суд без причины? Вот что неизвестно, и вот что мы сейчас узнаем. Где-то здесь в стране отдыхающих проживал юрист, кажется, вот здесь, да? Ой, неудобно как-то. спит, наверное. Ой, наверняка спит, как неудобно я уже. Ой, неудобно, просто сгорают. Нет, нет, у меня не пожар, у меня вопрос к вам, да, да. Ради бога, ради бога, да вы не одевайтесь, через дверь мне маленькую справочку только навести, да. Да, да. Ай, надо, ай. Надо, я понимаю. Вы извините, что побеспокоить, я очень-очень срочно уже, нужно. Да, 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 да. Скажите, вот у нас, скажем, семейная пара, да, семейная пара, да, любит друг друга, так здоровый семейный коллектив, хотят развести все, да. Да, да. Ну, а как вот вы считаете, да, ну, ну, да, ай. Она разведется вот без причины? Нет, никогда, никогда ничего. Никакой сего, ничего нет. Ну, да, дети же жили очень, мы, да, да. Ай. Да, ай. Ну, я понимаю, но с обоюдного, а с обоюдного согласия. Понял? Понял, Бог? Вы не судите, что побеспокоить вас? Извели. Спокойно, не дайте. Не проживши годовщины, разошлись мы без причины. Разошлись мы без причины, не проживши годовщины. Ай, с обоюдного согласия. Разошлись мы во свояси, обоюдно согласяся. Все, все, здорово, а? Ой, как завернута, как завороченная, а? Силен я, броняга, ой. Горим или не горим? Горим, явно горим. Что делать? Выносить вещи или подождать ее? Не выносить вещи, вещи будут гореть. Придет лапушка, будет скандал. Выносить вещи, вещи будут стоять на улице, придет лапушка, еще будет больше скандал. Часть вещей. Часть вещей я вынесу. Часть вещей пускай горят. Никого нет? Позвольте, может, мне все это приснилось? Хотя когито эрго сумме я мыслю, стало быть, я существую, то есть не сплю. А раз не сплю, значит, он разводится. И в этом моя кульпа. Смотрите, что делается. Уже вещи выносят. А эти поэты, они так часто разводятся. Гораздо чаще, чем пишут хорошие произведения. Вот что я... Вещи я спрячу, посмотрим, что он без вещей будет делать. Вот это мне очень... Интересно мне очень важно. Да, вот я и думал, я знал. А-а-а! Часть вещей я вынес, сейчас вещей уже украли. Что делать? Заявлять в милицию? Соседи обидятся. Не заявлять в милицию, придет лапушка, будет скандал. У нас пожар! Вернее, кража. Вернее, и то и другое место. Так я и знал. Начинается большой скандал. Так я и думал. Где парня? Что парня? Кто делается? Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди, не никого. Не никого, не дожди, в джумбиле. Что такое? Где там? В шоваре? Девари? Скали парня, что там? Пое написано, да? Слушай, я его знаю. Это краникотник, да? Слушай, он хороший человек. В чем дело? Кровки пить, женами, что и в чем дело? Бежать надо, слушай, давай его вещи, не надо его разлигрывать. Слушай, дорогой. Мод вап, по ногу, давай, держи свои вещи, давай, действуй ногами. Ты что, бежишь, не бежишь? Спадловись, шенгеноксвали. Я думал, ты горный орел, а ты, я извиняюсь, домашнее животное. А может быть, вместе побежим, а? Вместе будем хлебцом делить, вместе будем от жен скрываться. Моя жена простая женщина была, стала директор института. Каждый день мне за поверение отметки ставят. Больше двоих ни разу не получала. Пойду искать компанию, одного все равно поймаю. Какое дело, что... Вот я и копил, думал я, осталось. Вещи на месте. Значит, кражи не было, я вызвал милицию. А может, пожара не было, я вызвал пожарных. Приедет милиция, прибегут пожарные, придет лапушка, будет такой скользкой. А может, я с ума сожжал. На всякий случай, вызовут скорую помощь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ